Атмосфера просто сказки. Всем привет! Сегодня мы с вами пойдем гулять по Риму и искать глицинию. Да, она только что расцвела и цветение это длится всего лишь две недели, так что нужно успевать. Да, искать мы ее будем именно в Риме. Да, в Риме на площадях и в переулках можно найти удивительные глицинии, которым по несколько сотен лет. Пойдемте посмотрим. Нет, ну конечно же одними глициниями мы не можем ограничиться. Почувствуем атмосферу всего весеннего Рима. Прогуляемся по его переулкам самым очаровательным. Заглянем в частные спрятанные дворики, известные только единицам. И конечно же насладимся красотой римских площадей и его фонтанами. Кстати, вы узнали площадь на Вонну. И наше первое глициния расположено уже здесь прямо за углом. Это знаменитый отель Рафаэль. Ну на самом деле это 5 звезд и люкс, но знаменитый отель растениями, которые его украшают. Уже начиная с апреля здесь цветет глициния, потом появляется жасмин и летом расцветает бугенвиль. Наверное это самый живописный переулок во всем городе и уж точно он любим. Как художниками, так и режиссерами. Ведь именно здесь снимался фильм с Джулией Робертс. Ешь, молись, люби. В ресторане напротив этого отеля. А глициния здесь просто колоссальных размеров. Кажется она еще не до конца расцвела. Пойдемте искать дальше. Да, кстати, а вот и терраса того ресторана. Мало того, что с видом на отель здесь можно пообедать, так еще и в тени деревьев, что летом особенно важно. Ссылку на ресторан я вам обязательно дам в описании к видео. О, а вот это стадион Домициана. Ему 2000 лет. Ну, нужно понимать, что Рим вырос на 5 метров. И в средние века поверх древней конструкции были построены современные дома. Вот почему площадь Навонна имеет такую необычную форму. Все дома поверх древнего сооружения. И именно здесь, рядом с площадью Навонна, самые очаровательные переулки. В Риме здесь как будто бы замерло в 16 или 17 веках. Ну, если закрыть глаза на граффити, которые, к сожалению, в Риме встречаются повсеместно. Кстати, именно в таких темных переулках встречаются самые вкусные рестораны и другие заведения. Поэтому Рим нужно обходить пешком, заглядывая в самые непримечательные места. Здесь везде живут люди, это жилые кварталы. Вообще время жить в центре достаточно престижно. Поэтому цены на квартиры здесь тоже очень высокие. Ну, в среднем квартиры стоят от полмиллиона до миллиона. Именно здесь, в этом квартале. Цена очень сильно зависит от вида из окна. А вот здесь можно увидеть настоящую средневековую башню. Правда, вокруг нее еще в 16 веке был построен настоящий дворец. Называется эта башня обезьянки. Дело в том, что, согласно легенде, несколько столетий назад один римский аристократ держал в качестве питомца обезьяну. Все бы ничего, но с появлением наследника обезьяна стала так ревновать, что выкрала малыша из его люльки и забралась на самый-самый верх. Никто не мог помочь малышу, пока в конце концов члены всей семьи не взмолились Деве Марии. Кстати, в память об этой истории в окнах до сих пор можно увидеть фигурку той самой обезьянки. Ну, а Дева Мария уже обезьяну вразумела, и та малыша вернула на место. В память об этой легенде наверху стоит скульптура Девы Марии с маленькой лампадкой. А еще здесь неподалеку жил Караваджо. Да, это его портрет, к сожалению, сильно изуродованный. Жил он на маленьком переулке, причем даже не в своей квартире, он ее снимал. Даже снять квартиру в то время было достаточно сложно, никто не верил арендаторам. Ему принадлежали как жилые помещения, так и мастерская. Можно увидеть по сей день маленькие окна на верхнем этаже. Их Караваджо использовал как источник света, чтобы создать целенаправленный поток. Может быть вы знаете, что Караваджо писал в стиле Киару Скуру, обыгрывая как раз таки контраст между темнотой и прямыми лучами света. Причем он использовал зеркала для того, чтобы отражать солнечный свет, чтобы луч падал всегда под одним и тем же углом. Ну а вот как выглядит этот дом изнутри. Да, здесь до сих пор живут люди. Такое можно увидеть только в Риме. Ну а мы с вами идем дальше и повсеместно встречаем вот такие таблички. Они гласят, что еще в середине 18 века по указу такого там инсеньора категорически запрещено было бросать мусор под страхом как финансового, так и телесного наказания. То есть тот, кто не мог платить, подвергался нещадному битью розгами. Ясное дело, что в 18 веке улицы Рима были значительно чище, чем сейчас. Но если честно, сейчас без туристов вообще в Риме достаточно чисто. Местные жители мусор выкладывают вот в таких вот пакетах и проезжает местная коммунальная служба, которая все это забирает. Да, мы уже недалеко от площади Испания, значит от Вема Аргута, где самая красивая глициния в Риме. Но стоп! Давайте подумаем, под нами ведь античный Рим. И его следы можно увидеть повсеместно, в том числе во двориках жилых домов. Вот, пожалуйста, вам пример того, что можно увидеть в Риме за закрытыми дверьми. Конечно, заходить туда нельзя, но посмотрите, даже на стенах можно увидеть фрагменты античных надписей. Они были найдены прямо здесь. Две тысячи лет назад здесь располагалось Марсово поле, то есть тот квартал, где проводили свободное время богатые римляне. Ну а это уже Виа дель Бабуину. За углом самая очаровательная улица в Риме, ну и, вне сомнения, моя любимая. Виа Маргутта. Здесь время как будто бы замерло в 60-х годах. Да, именно здесь снимали римские каникулы и многие другие великолепные фильмы того времени. Можно сказать, что здесь стекла сладкая жизнь Рима. Кстати, именно здесь же жил и Федерико Феллини. А сейчас здесь находится не только очаровательный дворик, но и мастерская Мармураро, то есть мраморщика. Давайте заглянем к нему в гости. Он здесь создает вот эти таблички из настоящего мрамора сам вручную. Увидеть и купить можно таблички со знаменитыми римскими либо итальянскими фразами. Некоторые из них матершины, поэтому переводить я вам все подряд не буду. А можно также заказать любую интересующую вас надпись, и стоит это все относительно недорого, от 10 евро и выше. Но даже если вы не собираетесь покупать эти таблички, заглянуть сюда стоит, чтобы почувствовать вот эту атмосферу исторического Рима. Здесь даже есть камин по римским меркам, и это вообще уникальное явление. Можно даже пообщаться с автором всех вот этих вот табличек. Кстати, на Вьем Аркут абсолютно все надписи были выполнены в этой мастерской. Давайте спросим у хозяина как давно он здесь работает. А вот одна из этих табличек. Узнаете шрифт? А еще здесь же расположен ресторан Астрия Маргутта, куда любили захаживать деятели кино и искусства. Ну и на протяжении нескольких лет местной достопримечательностью является и этот желтый автомобиль. Фиат 500. Это первый народный автомобиль, который стал доступен по сути любому итальянцу. Сегодня это риоритет и улицы города он только украшает. Ну а мы заходим во дворик. Вот дворик, который знаменит своей глицинией. Ей здесь уже больше ста лет. Со всего города римляне приходят полюбоваться ей в апреле месяце. К сожалению, глициния цветет не так уж и долго. Всего лишь две недели. А какой здесь аромат! К сожалению, видео его передать не может. Но зато вы можете насладиться яркими цветами, красками и атмосферой этого волшебного дворика. Субтитры сделал DimaTorzok Это просто полный восторг. Как жаль, что видео не может передать все эти запахи. Я здесь могу находиться часами. Кстати, вы обратили внимание, что здесь целых три или даже четыре глициния виднеются. А еще здесь же жил Пикассо. Да, в 1917 году он, познакомившись с балериной Ольгой, русской Ольгой, женившись на ней, начал вести жизнь примерного семейнина. Да, несколько лет ему это удавалось. И Ольга даже научила его вести себя в высшем обществе. Он стал уделять внимание насущным проблемам, воспитывать сына, но его душа художника-хулигана-бунтаря, конечно, не выдержала. И через несколько лет он, оставив Ольгу, бежал в новый возлюбленный. Но здесь он написал несколько своих шедевров, в том числе сделал постановку балета. Правда, этот балет был не понят, не принят. Но вы же поняли, что только было балериной. Пикассо жил не в свое время. Сегодня он бы действительно вызвал восторг от всех даже самых дерзких критиков. Ну а мы с вами продолжим нашу прогулку по Ве Маргутто. Кстати, сегодня здесь располагается большое количество художественных мастерских, архитектурных офисов. То есть творческие профессии на самом деле здесь вполне популярны. А еще в мае здесь же проводят выставку художников. Это самое известное время выставка, где каждый может себя проявить. Тогда здесь, конечно же, негде яблоко упасть. А мы идем в самый-самый центр Рима, по центральному проспекту Веделькорса. Кто был в Риме, наверное, знает, что это пешеходная центральная улица, где расположено огромное количество магазинов. Ну и здесь я увидела сцену, которую просто не могла с вами не поделиться. Пока во всем мире популярна анорексичная худоба. В Италии и в частности в Риме делают подкладки, чтобы увеличить грудь у манекенов. Здесь больше популярны пышные формы. Ну а что еще необычного можно встретить на улицах этого шоппинга или даже модного квартала? Это магазин, расположенный непосредственно в церкви. Конечно, эта церковь так называемая сконсократа, то есть служба здесь, естественно, не проводится, зато идеальное помещение для бутика. Еще один исторический автомобиль. Кстати, на них намного ниже налоги, не нужно платить страховку, поэтому вообще очень удобное средство транспорта для центра, учитывая то, что здесь нельзя нигде парковаться, за исключением частной собственности. Гуляя по этому кварталу, я смогла зайти в частный дворик. Ну, раз открыто, я заглянула, сделав вид, что я все-таки турист, и для меня открылся удивительный мир. Во-первых, зелень, во-вторых, при мне прямо заехал сюда местный житель, возможно, он и открыл врата. И здесь тоже есть глициния, другие весенние растения. Атмосфера 16 века, потому что можно увидеть балконы с того времени сохранившиеся, когда-то здесь был дворец, который просто изнутри перестроили до неузнаваемости. Здесь живут люди, здесь расположены мастерские, рестораны. Ну, а вообще посетители, то есть туристов, конечно, местные недолюбливают. Поэтому вот этот мужчина на меня смотрел косо, но ни слова не сказал против. А вот этот цирк. Макофаг античный, ему около двух тысяч лет, как и вот этой, плохо сохранившейся в скульптуре. Но поскольку на нас все-таки смотрят косо, мы выйдем. И пойдем дальше гулять по Риму в поисках третьей знаменитой римской глицинии. Она расположена у подножья Капитолия, главного из семи древнеримских холмов. Ну, а сегодня здесь располагается мэрия Рима. К сожалению, глицинии пройти сложно. Дело в том, что нужно припрыгнуть через ограждение, а тут часто бывают полицейские, охраняющие мэрию. Но ради этих кадров для вас я готова на все. В том числе прятаться от полицейских в тени вот этих глициний. Согласитесь, действительно сказочная атмосфера. Как будто бы ты и не в Риме, и уж точно не на Капитолии. Кстати, а вы никогда не задумывались, откуда вообще глициния появилась? Ведь это традиционное китайское растение. Привезено в Европу оно было только лишь в 19 веке. Но интересно, что само имя глициния происходит от глики. Сладкий по-гречески. Настолько прекрасен ее аромат. Здесь просто безумно красиво. Атмосфера просто сказки. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok